Это случается у взрослых, мужчин, у маленьких мальчиков, даже у плода в животе у матери. Ну вы поняли. Способность поставить палатку с утреца без всяких туристических умений. Так, сквозь одну неизбежную шутку мы пробрались. И теперь можем представить вам твёрдые данные о суточных циклах пенесуального набухания. Также они известны как утренние стыки. Оказывается, утренняя эрекция это нормальная часть цикла сна. И поэтому происходит по несколько раз за ночь. Мозг и тело проходят через несколько стадий сна. Четыре медленных стадии вплоть до самого глубокого сна. А потом в быстрый, совсем не глубокий REM-сон. REM значит быстрые движения глаз. Этот цикл повторяется примерно 4-5 раз за ночь. И когда мы входим в быструю стадию, мы не только начинаем видеть сны. Происходит несколько физиологических изменений. И если точнее, ваш мозг начинает выключать некоторые нейромедиаторы. То есть нервные посредники. Чтобы немного притушить активность тела. И не дать ему дёргаться во время сновидений. Один из нейромедиаторов — норадреналин. Норадреналин как раз и связан с управлением эрекцией. А именно, он вызывает сужение сосудов в члене. То есть активно борется с эрекцией. Это как знак стоп для кровотока. И для стояка. Но в фазе быстрого сна норадреналин падает. И начинаются реакции с участием тестостерона. Это приводит к расширению сосудов и притоку крови. Что и приводит к эрекции. И начинается реакция с участием тестостерона. А почему это важно? Так же, как и в мускулах и в других частях тела. Хороший приток крови насыщает ткани кислородом. То есть даёт возможность починки, обслуживания и работы наших подсистем. Но почему мы так часто просыпаемся с этим милым сюрпризом? Очень просто. Мы просыпаемся чаще всего на этапе быстрого сна. И поэтому застаём его последствия. Так же известно, что наполненный мочевой пузырь усиливает утренний стояк. Раздутый пузырь давит на сону спинного мозга. Который отвечает за рефлекторную эрекцию. Но зачем? Да, здесь тоже всё не просто так. Этот механизм помогает нам не опасаться во сне. С другой стороны, любой мужчина подтвердит, что этот остроумный механизм создаёт некоторые трудности после того, как вы уже встали из кровати. Так что проснись и пой. Есть вопросы? Задавай в комментах.